Как Бог общается с людьми? Не знаю, но я могу точно сказать, как Бог общается со мной. Он общается со мной через осознание. Когда Он ко мне прикасается, я это прикосновение чувствую, и вслед за этим прикосновением происходит осознание. И все, что я делаю в своей жизни, направлено на то, чтобы почувствовать очередное прикосновение Бога ко мне. Потому что это ни с чем несравнимое чувство, ощущение. Он прикасается ко мне. Я переполняюсь, наполняюсь энергией, и у меня происходит осознание. Говорить можно сколь угодно, как это внутри происходит. Для ума я постоянно вам рассказываю о том, что нужно медитировать, заниматься аутотренингом, практиковать. И это действительно так. Это один из путей взаимодействия с Богом. Один из путей, когда ты открываешься, и становится возможным его прикосновение. Меня он прикасается, ко мне он прикасается постоянно. Потому что, когда я работаю с пациентами, я погружаюсь, останавливается по большей части внутренний диалог. Я концентрируюсь. Я превращаюсь в поток. Я становлюсь частью пациента. Я исчезаю. И в этот момент Господь меня касается. Конечно же, когда я физически устаю, моя ресурсность уменьшается. Но даже при сильной физической усталости бывают моменты всплески осознания. Так вот, раз я его слышу, значит и вы его можете слышать. Просто нужно прислушиваться не к себе, не к своему уму, который болтает и закрывает дверь, которая связывает. Закрывает вход дверью. А дверь выглядит в виде его болтовни ума. Когда я говорю его, я говорю ума. Когда он болтается, дверь закрыта. Когда дверь открыта, или когда он замолкает, дверь открывается. И я начинаю чувствовать прикосновение Бога. И как следствие происходит осознание. Я все больше и больше расширяюсь. Это восхитительное, это прекрасное чувство. Мы постоянно находимся в связи с Богом. Но мы не чувствуем этой связи. Бог, я приведу вам сейчас пример, вот игрушка. Так Бог оживляет эту игрушку, вернее наше тело, как мы оживляем эту игрушку. Как я оживляю эту игрушку, так оживляет нас Бог. Нужно понять главное. И все, что я делаю, я делаю для того, чтобы вы поняли это главное. Мы не самостоятельны. Мы находимся в зависимости от Бога. Если вы посмотрите назад, в свое прошлое, вы поймете, что иначе поступить вы не могли. Потому что вы должны были пройти те уроки, которые прошли, для того, чтобы получить опыт. Только так. И чем больше вы открываетесь, открываетесь Богу, освобождая. Освобождаясь от оков, эго, которое диктует вам, что нужно делать, как жить. Освобождаясь от оков ума, тем больше и чище ваша связь с Богом. Я это говорю, потому что я чувствую эту связь. Я это говорю, потому что я стараюсь каждый день очищать эту связь. Вся моя жизнь направлена на очищение этой связи. И тем чище эта связь будет с Богом, с Духом, с Логосом, с Мирозданием. В каждой традиции свое представление о Боге. Но каждый день нужно делать то, что будет очищать вашу связь с Богом. Это и есть ключевой смысл жизни. Никакого другого смысла нет. Остальные смыслы – это не глобальные, не стратегические. Они промежуточные, тактические, оперативные. Но наиглавнейшая цель, задача – это постоянно очищать связь с Богом, чтобы рано или поздно стать частью его в лица. Влиться в него. Когда вы осознаете вот этот момент, что вы – это не тот, кто в вашем уме, не ум ваш, не ваше эго, а вы – это он, вот тогда наступит момент блаженства, радости. Тогда вы достигнете счастья.